Торнадо разыгрывает крутые призы. Главный приз топовый игровой ПК. Купи Торнадо и зарегистрируй чек. Получи NFT карточку и участвуй в еженедельных розыгрышах крутых призов. Коллекционируй карточки и повышай шанс выиграть призы. Информация по акции и организаторах акций на сайте nft.tornadoenergy.ru Привет, братцы! Впервые вышел уникальный пакет с премиумным танком, разработанный совместно с блогерами. Т-44 облегченный. Первый према ЛТ восьмого уровня с невероятными 3000 урона в минуту и способностью мощного тарана. Быстрый и устрашающий. Переходи по ссылке в описании и активируй мой промокод. За это ты получишь дополнительные 5х5 опыта за победы в боях. После активации кода заходи в спецпредложение на сайте игры и выбирай нужный тебе набор. Его можно дарить другу и приобретать сколько угодно раз. Хоба! Приветствую всех подписчики и новые зрители, вы на канале Нервью. Сегодня у нас будет обзор на новую машину под названием КПЗ Проект 68П. Это танк, который в данном времени находится на супертесте и представляет из себя полноценную копию Леопарда 1, только на восьмом уровне. Да-да, вы не ослышались. Почему? Потому что у этого танка пушка и геймплей аналогичен Леопарду. У нас здесь есть 120-мм ганн, такой здоровый, с набалдажником в 400 альфы, 230 мм бронепробития, основным бронемольным снарядом и кумулятив 300 мм пробития. 0,33 разброса на 100 метров, 2 секунды времени сведения и мощный фугас. Правда, не с шибко крутым пробитием. Аналог этого танка уже есть в игре, только более бронированный, менее скорострельный и, я бы даже сказал, неплохой. Мне он в целом понравился. И это 122-тм. Однако здесь все не так-то просто, потому что у 122-тм хуже скорострельность, одинаковое бронепробитие, одинаковая альфа и дольше время сведения. Однако больше брони, за счет чего вы можете играть в упоре. Это танк геймплейна один в один, как Леопард. У вас картонный корпус, вы пробиваетесь в борт фугасом, в корму фугасом, в лицо, не пробиваетесь фугасом, в отличие от того же самого Леопарда. И, соответственно, у вас здесь есть функционал, не то, чтобы танковать, но, по крайней мере, от фугасов не принимать. 1300 хп столько же, сколько у Т-44. Это немного, это немало. Я бы даже сказал, это очень мало, потому что 1300 хп, конечно, не хватает. Однако, за счет того, что у вас здесь есть большая альфа, хорошее пробитие, вы можете уходить в размер. Углы вертикальной наводки также у танка присутствуют. Минус 9 углы вертикальной наводки. У танка есть гидропневматическая подвеска, которая не очень хорошо откликается на ваши, скажем так, клики по клавиатуре. Из-за этого могут возникать определенного рода рассинхроны. То есть, вы хотите, например, качнуться или, например, за счет угла вертикальной наводки дать быстрый выстрел, но из-за того, что подвеска очень долго реагирует, возникают определенного рода, ну, естественно, проблемки. Поэтому здесь этот момент, конечно, хотелось бы, чтобы разработчики доработали в танке именно отклики на эту гидропневматическую подвеску. Танк ездит быстро 55 км в час, 20 лошадиных сил на тонну отдельной мощности двигателя, 20 ездит попой. У нас здесь есть полевая модернизация, но я ее не могу качнуть. С полевой модернизацией точность станет лучше, ну и, естественно, у вас улучшится и маскировка. Этому танку можно ее будет пробустить. У танка маскировка, я бы не сказал, что хорошая, я бы сказал, она просто, ну, типа, есть, присутствует, ну, например, на уровне вот Леопарда. У танка есть хороший обзор, 390 обзор башни. Если вы играете с вентилем, то здесь тоже, в общем, все даже неплохо. Вот, однако, долгая перезарядка. Теперь давайте отправимся в бой, в прямом эфире, в лайв-режиме. И я предварительно сразу же отвечу, наверное, на самый главный вопрос, который у вас возникнет в комментариях, потому что у меня он возник, и я на него не смог ответить. Зачем нужен этот танк, если есть Скорпион Г? Этот танк является, грубо говоря, своеобразным аналогом ПТ-САУ, только у которых нету такой крутой маскировки, как у ПКПЗшки, и нет такой быстроты, как у нее, динамики, да, и маневрирует похуже. Если дать этому танку скорострельности, прям, или пробития, или прям альфы, то он превращается просто в полноценную ПТ-САУ, в того же Скорпиона. Однако у Скорпиона больше и альфа, и пробития, и, вроде бы, и башня тоже поворачивается, и, вроде бы, он достаточно быстрый. Единственное, чего у него нету, это маскировки, да и пробивает с фугасами. Поэтому, когда вы играете на этом танке, возникает ощущение, что, вроде бы, и, как бы, и не нужен он, вроде бы, я, как бы, и на другой ПТ-шке могу построять. Вот, у меня есть замарафон СУ-130ПМ. Чем не ПТ? Геймплей похожий, и скорострельность такая же, да и альфат поболей. И да, со всех сторон вы будете правы. Однако, вы не можете играть с СТ-шками полноценно, потому что у вас не будет такой скорости. Да, где-то у вас будет маскировка, как у СУ-130ПМ, где-то у вас будет башня, поворачивающаяся она полностью, на 360 градусов, как у Скорпиона Г. И да, эти танки с виду, конкретно вот для фарма, выглядят получше. Однако, ну, с тем же самым успехом, можно говорить о том, что и Леопард не нужен. Но, у Леопарда есть важное качество. Есть хорошая стабилизация и быстрая скорость полета снаряда. Здесь скорость полета основного бронебойного снаряда сколько? 1150 метров в секунду. Это много? Нет, это немного. Это мало. Секунду. Сейчас попробуем здесь. Оп. Дадим выстрел на раскачке. Видите, гидропневматическая подъездка активировалась, и у меня получилось сдать выстрел. Однако, дальше я вот что-то не рискую. Там бабаха может стоять. Как бы опасненько уже. Поэтому мы особо выпикивать здесь, конечно, не будем. Я вот боюсь это делать. И, наверное, просто блайн сюда дам. Может быть, какую-нибудь. Да, там ПТХ стоит. Все, я отчаливаю отсюда. Мне не мило здесь играть. И вот, да, вот в этом, конечно, плане вы будете, как я уже сказал, однозначно правы. То есть, у этого танка, вот, когда я на нем поиграл, мне вот чего не хватает. Чего не хватает, сейчас расскажу вам после боя. Чего лично мне не хватило, когда я играл на этом аппарате. И вы, я думаю, поймете, о чем я говорю. Ага, это мой фейл. Не попал я здесь. Он поднимается куда-нибудь наверх. Но я в любом случае не могу пока с ним драться. Мне нужна хоть какая-нибудь информация от этой ТВП. Вот это интересно, братик. А вот это интересно, братик. Давай, давай проедем дальше. Попробую, может быть, ее продамажить. Ага, вон она. Вижу эту крыса. Ну нет, продамажить ее нельзя. Но она сейчас должна засветиться от кого-то. Она там вот уже вот где-то вот стоит. Я уже привижу это. В каких-то кустах стоит. О, ля, крыса. На, получи. Так, ее убили. Там бабаха. Но нам за шарфутюром надо. Поехали за шарфутюром. Ну, геймплей, вот, как я уже говорил, аналогичен всем тем танкам, к которым мы привыкли. Я с такой гвардеец подобный. 122ТМ подобный аппарат. Тау. Амбл укладку выбили. Шарфутюр. Шарфутюр опасен. Для меня здесь 704. 704 какой-то вообще, блин, псих. Набрал. Там бабаха и торнвагон. Мне очень хочется, конечно, против них играть. Бабаха сейчас, походу, разряжаться будет. Не, слушай, бабаха фокашит. Попробую фугасом дать. Эх, не попал. Вот, конечно, да, вот. Играет леопард рядом со мной. Видите? И у него, конечно, скорость полета снаряда абсолютно другая. И играется намного комфортнее. С такой скоростью полета снаряда. Дал фугасом. Ну и, наверное, получится ли его забрать. Или нет, это вопрос. У нас засыпку нет. Альфа не проходит. Но мы три косаря урона кидали. То есть три косаря урона с десятыми уровнями. С одной стороны, это как бы неплохо. Но с другой стороны, ну вот это все так на тоненького. И вот, ну, как будто вот я играю на танке, и он не нужен. Вот у меня такие ощущения. То есть перезарядка слишком долгая и небалансно получается в рамках того, что... Ты не можешь реализовать полноценно свою пушку. Потому что у тебя нету качественной, хорошей стабилизации. То есть тебе постоянно нужно вот с такого прицела вот так вот сводиться. И это явно не две секунды. Это где-то секунды три-четыре. И тебе не хватает скорострельности. Поэтому, конечно, очень сильно, очень сильно вот я, играя на этом танке, могу сказать, что мне лично... Кстати, я кого продамаживал? Я какой-то танк продамаживал где-то. Вообще непонятно где. И как я его продамаживаю? Шестьдесят двойку, походу, да? Или нет? Ладно, неважно. Три-четыреста урона. Короче, очень хочется ему дать лучшую стабилизацию для того, чтобы он смог стрелять, как леопард. Полноценный. Вот. И очень сильно хочется дать ему, конечно, лучше скорострельности. То есть скорострельность ему нужно перезарядку именно сделать 10 секунд. Вот у меня сейчас 11.3. Я играю на досылателе, вентиляторе, инструкции на вентилятор. И стабилизаторе. С такой сборкой у меня должна быть перезарядка 10,1 секунда. Если я стравлю инструкцию на досылатель, у меня должно быть 9,9 секунд. Так, в среднем моя перезарядка должна быть где-то в районе 10 секунд. И тогда это будет, ну, типа, очень даже ок. То есть моя скорострельность будет 24... Ну, мой ДПМ будет 2400 урона в минуту. Это немного, это немало. Это, ну, типа, нормально для такого танка. И пробустит стабилизацию. Чтобы этот машина, ну, комфортно себя чувствовала. Вообще, именно по такому аналогу должен был... Даже не аналогу, а по такому принципу должен был делаться танк ПЗ-58 Муц. Да, вот этот вот знаменитый Шварцпанзер 58, которых есть в игре аж целых 3 копии. Вот, и на них никто не играет. Эта машина прикольная. Но ей нужно дать какую-то уникальную черту, фишечку, да, чтобы этот танк выделялся относительно ПТ, САУ, Скорпион Г, а также СУ-130ПМ. Очень-очень важно это. Если этого не будет, то как бы да. Еще, кстати говоря, только что посмотрел. Смотрите. На бортину пушка вообще не опускается. Только спереди и сзади пушка опускается. Поскольку у нас этот танк обладает как раз-таки той самой гидропневматической подвеской. И это накладывает определенные, опять же, особенности, наверное, на игру в этом танке. То есть, учитывая вот это... Попробую откатить назад, только не убей меня. Ну, извини меня, ГСОР и СОМ УСМ. Ну, нечего сюда приезжать на своих, блин, каракатицы. Идите вон, воюйте в другое место. Тут место для средних танков. Для мужчин. На СТ. Получил. Да, мужик меня, конечно, нормально-то пострелил. Ну, блин, ну, этот мужик на гвардейце, конечно, очень сильно мешает. И он меня и в лицо пробивает. Ну, попробую с ним разменяться, я думаю. Даже получилось безразменно дать. Вот, ну, геймплей типичный кустовой СТ. Ничего нового, ничего удивительного. Гидромневматическая подвеска как будто бы вообще на этом танке даже лишняя, не нужна. Пока что, я могу уверенно сказать, она скорее больше дискомфорта доставляет, чем удобств каких-то добавляет. Лучше как будто бы у Венчиков сделать минус 8, а не минус 9. И, 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 и то полезней будет. Блин, получил шпатыкак, конечно, этот выстрел привозя Брейс. Не, неудобно. Пойдем попробуем пропустить, может, что-нибудь. Шпатыкак где-то стоял. По красной линии поедем. Поехали по красной. Вот. То есть, итогово что имеем? Танк с долгой перезарядкой, с хорошей альфой, хорошим пробитием, с плохой стабилизацией, хорошей точностью, хорошей подвижностью, маленьким запасом очков прочности. И для того, чтобы это все хорошо функционировало, нужно ему апнуть стабилизацию, где-то там процентов. Ну, этак. 20. И... Перезарядка уменьшит на одну секунду. Одну, одну и одну секунду. Ну, примерно вот где-то так. Это мое мнение. Что вы думаете на этот счет? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Будет интересно почитать. Так, где-то здесь Скорпион был. Давай по указке про блайндинг. Слушай, я почти попал. Если повезет, я его убью. Я не повезу. Перезарядка настолько долго, что даже блайндить в панну на этом данке. Честно говоря. Не, ну, серьезно. Перезарядка настолько долго, что даже блайндить в панну. Представляете? Да ну нахер, мужик. Как ты умудрился сдохнуть? Подвинем немного корпус. И постоим просто АФК. Там еще Скорпион где-то тусил. Скорпион Ге. Я его не вижу нигде. Может где-то в углу? В воде. Ноу фраг сделал. Ааа, вон он где. Стоп, а как его не увидел. ГСОР убивает. Ну ладно. Походу тут без вариантов. Надо постараться успеть. Добрал. Теперь 600 урон. Опять же. Ну, ничего особенного, экстраординарного вообще в боях нет. Такие душненькие бои. Вот. И это как бы да. Ааа. Итак. Итак, ребят Поехали, ребят, с вами в последний Третий бой Попробуем Поиграть на карте Lifehawks Посмотрим, что у нас получится На этом танке в данном бою Вот На фарм я даже не рекомендую вам Смотреть на этом аппарате, потому что Этот танк Маловероятно, что будет прям Супер пригодный для фарма Учитывая Ну, скажем так Учитывая те условия, в которых он Играет, потому что вам нередко придется Играть и использовать Голду, свои кумулятивы И драться в Не самых Выгодных для себя Условиях Вообще, учитывая данный стаб Я, наверное, в город поеду Я думаю, я в город поеду Учитывая данный стаб Да, поехали в город Я думаю, это прям очень грамотно будет С моей стороны То есть у них один тяжелый танк Лев и Сомик Они медленные У нас множество Сильных Машин И я просто смогу Кучу урона Поворовать А справа я не смогу играть Потому что там Кобра Туда может приехать Пачка ПТ И мне будет очень-очень больно И неприятно Поэтому, наверное, я лучше Из города поиграю Для начала Извольте Из города вас Поразваливать, сэр Наверное, сразу же буду Агрессивно въезжать И забирать Какие-то позиции Агрессивно Так, тут у нас лев Тут у нас лорка Лорка и лев Я буду просто стоять Аккуратно Терпеть, что делать Че делать Че делать Терпеть Ну, здесь на самом деле Лучше колдун заряжать Чтобы фазу Это нормально убивать Ну, смотри Вот в упоре Альфа Прям такая Да Увести Так же 826 Уже дал Там 440 Ну, то есть Кажется, что Альфа Прям такая Достойная То есть Ну, даже против машин Девятого уровня Играется Более чем комфортно И в целом Ну, удобно Не будем Под него больше Подставляться Будем уезжать Уже отсюда Нам не нужны Эти точки Уезжаем отсюда Ну, вот в городе Взял просто Воскрихтяжек Сворвал 1200 урона Круто Круто 3 снаряда Потратил Теперь, наверное, можно На опушке Поехать Леса И там Постоять Потерпеть Квернар ван экшене Кстати, хорошо Дейфит справа Я думаю Это классно Позиция для него Здесь ПТХи могут Стоять, да? Ну, под них Прям вот Выезжать Очень сильно Не хочется Поставим на каток Его Может, убьют Да, видишь? Грамотный каток Просто взял Выцелил ему каток Сразу поставил на каток И его взорвали Четко Стильно Модно Молодежно Так, это кто у нас? Это у нас Новый ФСВ ФСВ Это что за танк Седьмого уровня? Угу Окей Будем знать Как с тобой играть Так, наверное Давай вот это дерево Мы повалим В эту сторону Чтобы меня тут Везде было Все Хорошо и удобно Так Рубить мне не дал Никто Там О, ФСВ О, ФСВ Нал 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 Ушел Его подожгли Ну и по идее Здесь вообще Прям все Очень хорошо Должно быть Так, это ФСВ Убегает Там С вами Где тусит Хочется, чтобы ФСВ Убили А я в Сомик Кидал Найдем Попробуем Не получается Да В Сомика Не получается Здесь кинуть Ладно Ничего страшного Постою дальше Здесь Ваффлю тоже Не видно Смотри-ка Ну он где-то В углу То есть Ваффлер Ваффлер Шахтер Ага Вижу Вижу Танк Исушки Дали Ну Кимперись Получается На машине Типа Ничего Не скажешь Но в любом Случае Кимпери Танк Неплохо Это Факт Да Не лучшим Образом Это тоже Факт Можно было бы Получше Да Можно было бы Получше Стабилизации Не хватает Факт Скорострельности Не хватает Факт Много всего Танка Не хватает Факт Ну просто Скорострельности И стабилизация Это очень важно Для снайперского СТ Твоя задача Очень быстро Стрелять Если ты не можешь Быстро стрелять То Как будто Знаешь Типа И не пахнет Никаким Снайперским СТ В таком случае А че к тебе Грубо говоря Тогда снайперского Если ты Не можешь Быстро стрелять На дистанции Потому что Противник Он Засветился Прошло Несколько Мгновений Он Отсветился И все Здесь мы Освободили Направление Возвращаемся Обратно Абортина У меня Свадьба Ну вот И Меня просто Въехала Кобра И меня потушила Фулового Причем Вот О чем Я вам Говорил Въезжает Просто танк С фугасами Все Смерть Сразу же Короче Итогово Танк В целом Неплохой Логика И Концепция Машины Понятны Ничего Нового Подвеска Не нужна Этому аппарату Лично Мне Хотелось бы Чтобы Разработчики В конечном итоге Ему улучшили Стабилизацию И Дали на Секунду Полторы Лучше Перезарядку Тогда машина Будет очень Даже Неплохой И Интересной Я бы даже Ее купил Это своеобразный Леопард 1 На восьмом уровне Будет Круто на нем Поиграть Думаю Большинство игроков Прям с кайфом Будут наслаждаться Данной Машиной Как-то так Досматриваем Бой Ребят Не забывайте То что Вы можете Приобретать Пакеты Мои По ссылочке В описании С 2500 голды Тремя декалями И тремя надписями Нерью И льва Знаменитого Вот От команды Моей Нерью Тим Также По ссылочке В описании Вы можете Приобрести Новый премиум Танк Т-44 Облегченный С 5 Х5 За победу В боях В подарок Эксклюзивно В моем Блогерском Наборе Поэтому Ссылочки В описании И приходите На стримы Турнира Чака Мы играем В среду В 17.00 Комсковского Времени И будем Там Драться Против команды Анатолича The Pup Постараемся Выиграть Турнир Чак Что будет Естественно Нелегко Но мы Попробуем Это сделать Да Ясика Ты че Не можешь Поехать дальше Мужик На Яге Просто Стоит А пока Сейчас Все Поздыхают По одному Обалдеть Слушай Ничего себе Шахтер С нашивкой Генерала Мороза Тащит Да Хорош Молодец Николаевич Спасибо Что не Петрович И не Михалыч А Николаевич Вот как так Все Ребят Показываю Вам После боевых Результаты 3 800 урона На фарме 107 тысяч Средний урон 3 200 100% побед На фарме 358 тысяч Давайте покажу Вам другие бои Лайфокс В этом бою 87 тысяч На фарме Рыбацкая бухта И граница империи Фармить неплохо Кстати Всем пока Пока